Ю-ху! Всем привет! С вами Юнот, и с вами Тауэр Тайм, по-моему, да? И мы здесь, где непонятно, что-то... Чёрт, а в Билане ничего сделать нормально не могут. С вами Тауэр Тайм, Юнот, и мы продолжаем следовать башню. Откуда пойти, налево или направо, я не знаю. Пошлите налево. Вообще, дебилы. Кто знает, Билань, скажи, что они дебилы. Как так? У меня везде написано, что я за Реган номерами. И что у вас некорректно за Реган? Идите лесу. Всё, из-за них у меня теперь нет номера. Они только звонить не могут. О, чё это? Вампирский молот. Надо чё-то интересное. Так, объект используется. 9,2. Ураны одинаковые. Физически, а тут вода. Оглушение 15. Ну, блин, некоторые используются лучше. Урон раз. Пробивание. А тут здоровье за ударом становится. Четыре. Ну, это посильнее. Наверное. Немножко урон в секунду. Да не так много. Танку нормально, если он будет жизнью становится. Что это? Эта статуя с ножей на плечах стильно отличается от собственных выгодей, так будто она свирается куда-то. Так, эти варты закрыты, и ваши герои не видят на них ничего похожего на замок. О, бла-бла-бла-бла-бла-бла-интро. Притча о младшем брате. В нашем маленьком городке сильнейший я маг, а значит, на юг мне идти. Лошадь готова, на путствие тоже, но старшие братья смотреть не хотят. Твердят постоянно, бросая их, и магия портит людей. Их, им кланясь, не уйду, пока они на меня не поднимут мой взгляд. Это вот с этим что-то делать надо, да? Да, стой ты. Ты кто? Что-то опасное. Группа мертвых. Ну да, в бой, чего? Проверим. Если бой кажется слишком сложным, попробуйте изменить героев или набор навыков, или просто понести уровень сложности. Да, давай, начинай битву. Если вы наведете курсор на врага или героя, то сможете построить его базовые текущие характеристики. Если вы используете сложность определения противника, например, в скрепках все время, то попробуйте изменить стратегию, построив его характеристики. Аура. Аура играет очень важную роль в сражениях. Определенные навыки создают ауру вокруг заклинателя, очередную желтым кругом. Все щели вокруг попадают под негативное или позитивное действие. А, все цели вокруг попадают под негативное или позитивное действие. Ауры. Совокупность низка ау. А отображается в виде синего круга под персонажем. В данном случае наложено две ауры. Если позволить противникам... Сейчас, секунду. Что тут? Если позволить противникам объединить свои ауры, справиться с ними станет очень сложно. В таких случаях старайтесь сфокусироваться на одном противнике или позволяйте им объединять свои силы. Навык. Начертания. Невероятно полезные в бою. У вас пока что только один. Каменная стена. Кейна. Используйте, чтобы перекрыть врагам дорогу. Или запереть одного врага и не дать ему участвовать в бою. Интересно. Боевые сведения. Отображаются в конце каждого сражения. Они показывают эффективность вашего отряда. На их основании вы можете определить влияние героев на ход сражений для того, чтобы лучше расставить навыки. И атрибуты. Для успешного прохождения эпических сложностей крайне важно разобраться в этом аспекте. Пилу. На. Да все что ты можешь. Трепко. Ух ты, двое. Стой. Пум-пум-пум-пум. А ты раз мне говорили, что нужно брать и разделять их. А чёрт. Гори, пусть горит. Давай, рывок сюда. Это чаще было. Чё-то я не понял, но ладно. Опа. Плохо дело. Ты давай. Плохо дело. Чувак, держись. Ну нормально этих вы разбили. То есть они просто прут несколькими волнами. С одной стороны странно, с другой стороны прикольно. Таинственная сила кристального трона позволяет вам видеть нас. Оставший из мертвых рыцарей в тяжелой броне. Тух смерти поглощающий жизнь. Что за безумие? Возможно, это не уп... Не упокоившиеся души прошлого. Спокойствие, Мэйв. Твои огненные стрелы заслужили нам хорошую службу. Эти твари не любят огонь. Нужно иметь это в виду. Да. Огонь мало кто любит. А-а-а. Всё. Пока они не посмотрят. Он не уйдёт. Ясно же написано. Всё. Он свалил там. Нет. Золото. Голд. Дэм. Мне это нравится. Колечко. Так. Очки манны. Регенерация манны. Ну, я думаю, да. Ей больше. Хотя, по факту, обоим это нафиг не нужно. Ну, ладно. Клодо. Голдо. Клодовая. Побличка на стене гласит. Вход в офис начальника склада. Проход к этажам 1-3. Хм, клодовая, да. Мы должны её исследовать. Внутри может быть ценная информация. Ценная? Две открытые. Вперёд. Всего лишь обрушенный лестничный пролёт. Я не вижу дна, но вижу слабый свет внизу. Жаль, что проход слишком узкий для нас. Может, те скелеты заполкли наверх оттуда? Если эти этажи ниже кишат ими? Что тогда? Едва ли повод для беспокойства. Я сомневаюсь, что их оружие сможет пробить мою броню. Если ты не заметил. Но мне нет ничего из комплекта твоих модных лап. Щитоносец. Всегда оставайся. А, нет. Всегда отдавай свою жизнь за жизнь, товарищи. Третья добродетель королевских защитников. Пора бы тебе уже узнать меня лучше моих. То есть там делать по факту нечего. Ну пошлите в другую сторону глянем. Что здесь такого? Что за круг? А, это сундук, который был, я открыл. Это все еще жрет. Стой. Что за телепорт? Ваш отряд видит странный механизм. На пьедестале выгравированы сады. На другой стороне еле различается гравировка. Этот телепорт был создан Баракусом, главным мастером в 42 году 5 эры. Телепорт? Что он телепортирует и куда? Наверное, это как из старых сказок про то, что древние могли перемещаться на огромное расстояние в мгновение ока. Может и так, но не похоже, чтобы этот работал. Что меня вполне устраивает. Я предпочитаю полагаться на свои ноги и в вопросах доставки меня в нужное место. К тому же, возможность исчезнуть в одном месте и появиться в другом из-за воздуха не укладывается на иглы. На деревне. Я не знаю здесь ничего. Не может быть, чтобы эта пещера была 14 миль в ширину. Это место, вероятно, было когда-то на поверхности. Любопытно. Столь многое из человеческой истории теперь забыто. Может, это место расскажет нам о событиях, что превратили наш мир в руины? Пережить события прошлого значит не испытать ничего нового, кроме печали. Мы должны полагаться на будущее, чтобы выжить. Если хоть один человек сможет предсказать будущее, я уверен, он станет нашим владыкой. Если это и правда, место силы единственный по-настоящему важный вопрос. Мы не можем использовать ее. Я надеюсь, намерение нашего господина и наше действие можно считать достойными тех, кто приносит клятву верности. Все ведущие лишь только духи, мэй. Лучшее, что мы сможем сделать. Проживать каждый день с достоинством и чувством долга, и четко придерживаться наших идеалов. Что бы и не уготовил нам грядущий день. Дойти до трона. Без тяги, вот они два года. Ага, какой-то живой-неживой непонятно. Старый доспех, приводимый в движение заключенным в него душой. Хоть с его затупившегося двуручного меча сыплется ржавчина, он все еще наносит значительный урод. Рыцарь оказывает неоценимую поддержку своим товарищам, существенно повышает их броню, когда они рядом. Угу. Убей приказывает всем врагам атаковать. Ахаха. Прикольно. Дух чародея. Я же прочитал. Ладно. Душа ученика чародея, вернувшись к жизни прип... Нет. Душа древнего мага, одержимая желанием убить всех живых. Это относительно слабое, но опасное существо, способное регенерироваться. Высасывая и поглощая ваши жизненные силы на расстоянии. При атаке будьте весьма решительными. Ну, как мы в принципе и сделали. Просто побежали тупо в атаку. Пропасть под мостом кажется бездонной. Ваши герои замечают какие-то сооружения далеко внизу, но расстояние слишком влепо, чтобы хоть как-то предположить, что это может быть. Блин, что? Ну. Начало. Место. Ну ладно. Чё ещё тут есть? Конечно, боёвка немножко странная. Но игра пока прикольная. Ну, опять статуя. Стражи святилища предупреждены. Они проводят вас в главе администрации. Пожалуйста, переживайте и не сопротивляйтесь. Ещё одна говорящая статуя? Что это за место? И что такое стражи святилища? Понятия не имею, но звучит жутко. Что бы это ни было, я надеюсь, она давно покинула это место. Я справлюсь с любыми вещами. С людьми вдвое выше и быстрее меня. Вряд ли здесь может быть что-то опаснее. Ой, не зарывался бы ты. Журнал заданий обновлён. Вход в башню. Да-да, сейчас спустимся. Сейчас в сундучок возьму. Молоточек. Чё он может? Он всё ещё сильнее и всё. Атака в секунду как бы быстрее. Чаще бьёт. Урон послабее, но бьёт чаще. Чизнически у нас вода, оглушение, но одинаково. Вот это просто оглуша лучше. Так, что мы видим? Так, смотри. Трон из чистых кристаллов. Видимо, это тот, что ищет Милорд. Архитектура этого места просто неописуема. Из окон струится золотой свет, хотя снаружи уже наверняка давно зашло солнце. Ты чувствуешь это, Кейн? У меня мурашки по коже. Должно быть это из-за тех кристаллов. Да, чувствую. Давай поищем путь вниз. В смысле искать? Я знаю, где он. Просто я... Лутаюсь. Вот, что-то интересное. О, это для неё бронька. Ну ладно. То есть у неё есть стандартные. А есть что-то типа получше, да? Окей, окей. Сейчас внизу будут големы. Попробуем с ними сразиться. Это такое ощущение, что я пойду вниз, сражусь и меня убьют. И мне начнётся заново создавать командосы. Но это было бы логично. Невероятно. Посмотри на этих тварей из камней и кристаллов. За все эти годы они ни разу... О них ни разу не упоминал никто. Что встречал что-то подобное здесь. Может это те самые стражи святилища? Не нравится мне их видок. Ну да. Давай найдём входной путь. У нас нет времени прятаться в тенях. Мы не от... Мы на ответственном задании. Они либо отойдут, либо отведут моего оклинка. Ага. Какой суровый малый. Давай, убри. Создание, похоже, сильно повреждено. Большая часть его каменного покрытия сколота. А отрезнутые кристаллы пульсируют ярким фиолетовым светом. Поворачивая голову в сторону ваших героев, существо издаёт странный и пронзительный звук с постоянно нарастающей частотой. Думаю, оно пытается говорить. Интересно. Внезапно существо сменило позицию, скинув свои гигантские руки, словно собирается ударить. Кажется, нам здесь не рады. Что ж, раз оно не хочет пропускать нас к трону без боя, так тому и быть. Таким... С такими повреждениями достаточно одного удара моего меча, чтобы сокрушить его. Чтобы оно не было. Меньше болтовни, больше дела. Я с тобой. И ради всего святого, пощади меня в этот раз. Обойдёмся без лекции про тактики. Разбитый голем. Из всех щелей на теле голема сочится виолетовый свет. Судя по всему, его товарищ пытался починить его, но урон оказался слишком. Чем-то, знаете, боёвка похожа на демюрка. То есть идёшь, подходишь к врагу, а на такую другого варианта нет. В смысле... Какая разница? В бой! Некоторые... Интересно, он там один будет или нет. Давай, начать битву. Что он делает? По чёрту. Пью, 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 пью. Что это он делает? Ну чё, позицию не могу, и ничего. А у тебя чё с лавой? Это не огонь. Опять эта фигня. Болею. Чё-то, он слишком сильный. В смысле, не можешь его лечить, а чё-то даёшь стрелочкой любое. Давай, опа. Всё. Ну и тапочки получили. Шёпот владеет самор... Ладно. Наив. Я здесь, всё хорошо. Нелёгкий был бой. Мой меч оказался не так эффективен против этих тварей. Мне как... Так, как мне казалось. Может, тебе стоило попросить милорда поделиться с тобой окненным мечом? Стихийное оружие? Прекрасная идея, хотя я сомневаюсь, что он уступит такой хороший клинок. Так. Что это? Тапочки. Тапочки лучше... А, это тапочки для тебя. Офига себе. Лучше тапочки для конкретного пользователя. Ну ладно. Замануха такая, знаете. Трон, который что-то может. Походу, вот именно от нашего выбора в конце будет. То есть, как мы пройдём, так и будет. То есть, мы сейчас уже рассказываем от себя. Всю историю, как всё было. Если прям так, то мы всё уничтожим. Пусть к трону свободен. Нужно немедленно одолжить милорда. Походу, что-то будет, типа как... Пиларсов в Тёрнице, когда мы будем опускаться всё ниже, ниже, ниже. А тут развивать. Да? Надеюсь. Было бы прикольно. Кристальный трон. Так много раз он появлялся в моих снах. Когда я был ребёнком. Не знаю почему, но у меня чувство, будто я... Будто бы я встречал старого друга. Вы чувствуете странный порыв. Так, тот же... Тот же... Блин, секундочку. А! Сейчас, заусенка, пардон. Он её сбивает. Ну, смотри, я не могу одновременно её грызть и читать. Вы чувствуете странный порыв. То же стремление, что сопровождало вас на протяжении всех этих лет. Теперь манит вас к трону. Мгновение вы колеблитесь. Противитесь протяжению. Теперь гораздо легче, чем раньше. Затем садитесь быстро и решительно. Сряд энергии пронизывает ваше тело. Воздействует сразу на все органы чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, даже привкус в рту. Всё это обострится теперь в сотню раз. Когда ощущение слабеет, вы с благоговением осознаёте, что теперь не ограничены своим собственными чувствами. Вы можете видеть, слышать и ощущать то, что видите. Слышать и ощущать каждый... А, слышит и ощущает это каждый ваш герой. Вы в порядке, мой господин? Да, да, мне просто нужно немного времени. Кейв, наив. Я не знаю, как это объяснить, но я могу видеть то, что видите вы. Я даже слышу свой голос вашими ушами. Прикольно. Магия, вы уверены, что ей можешь доверять, милорд? Честно говоря, я не уверен. Но в этом месте обитает великая сила, я всегда подозревал это. И теперь, когда я сижу на этом троне, я знаю наверняка, меня тянет туда, к месту где-то очень глубоко под ним. Если она здесь, мы найдём его. Просто отдайте приказ. Погоди секунду, Кейв. Милорд, можете рассказать нам подробнее про эту силу? И что мы хотим найти внизу? К сожалению, нет. Меня переполняет чувство, не более того, ощущение, будто у нас мало времени. И сила этого места наша единственная надежда на воскресенье. Что насчёт нижних этажей? В детстве... А, что насчёт нижних этажей? В детстве моё приключение закончилось в этой точке. Что бы вы не встретили внизу, будьте для меня такой же... Это всё будет для меня такой же загадкой, как и всё для вас. Приказ отдан, мой старый друг. Но прежде чем вы уйдёте, у меня кое-что для вас есть. Кейн, возьми это. Я нашёл его давным-давно в разрушенном городе. Он сослужил мне добрую службу, но сейчас тебе он нужнее. Ваши герои могут выбрать один из предметов. Нагрудные лапы, сопротивление стихии, умеешь шанс. Теперь ты, Мэйв. Это семейная реликвия. Долгое время переходила из поколения в поколение. Она спасала меня бесконечное количество раз. Использую её разумно и... Вернее, когда в ней больше не нужно ждаться. Амулет установления маны. Спасибо. И жизнь не потому, что нафиг нужна. Она у нас далеко. Вон там лестница, ведущая вниз. Всё на кону. Мы не можем под... Всё на кону. Мы не можем подвести. Теперь идите и присмотрите друг за другом. Ладно. Хорошо. Так. Мы взяли меч шанс. Это стихийный, который... Хе-хе-хе-хе. Такой слабенький. Шанс 16 урона стихийный. Атрибут скорости. Давайте попробуем. Всё двуручное, да? Попробуем меч, я не знаю. Но он слабый сейчас. Буквально на некоторое время. Ты нафига я себе такой мусор дал, а? Бесполезный король. Эта статуя не похожа на всех остальных. У неё очень приятные очертания. И она выглядит такой живой, что кажется, будто она в любой момент может прыгнуть с пьедестала. Надпись внизу гласит. Первый чародей Протей. Я чувствую, будто живые глаза уставились на нас. Следят за каждым нашим действием. И про эту статую я тоже это чувствую. Милорд указал нам на лестницу. Наверное, нам не стоит разочаровывать его. Пойдём. То есть, башня перевёрнута. Мы сидим наверху и будем пускаться в основание. Наверное. Если я правильно понял. Ух ты. После более чем двух десятилетий вы возвращаетесь в башню. К этому месту вас неумолимо тянуло с того самого дня. Судьбоносного. Вы сидите на кристальном троне. И вас посещает невероятное знакомое ощущение. Будто вы всю жизнь сидите на нём. В изумлении вы прощупываете местность при помощи непро... Нево... При... Новопри... Фу ты. Ага. Новоприобретённых вами чувств. Вы переключаете своё внимание на Кейна и Мэль. Спускающихся по лестнице, которая кажется нет конца. Вы можете видеть их глазами и слышать, о чём они говорят, словно призрак, парящий прямо над их головами. Древние, должно быть, были действительно могущественны, раз могли управлять подобной магией. Однако, несмотря на всю их доблесть и утончённость, что-то уничтожило их цивилизацию, оставив вас в наследии умирающей земли. Ну, в наследство. Он какой-то рогатый. Это рыцарь рогатый ещё кто-то. Гном, походу. Ладно. Дух приключений заставляет вас завидовать своим друзьям, идущим навстречу неизвестности. Пока вы сидите здесь, но у вас нет выбора. Вы должны остаться здесь и восстановить поверхность земли. Однако вы так же чувствуете предчувствие, что вам необходимо оставаться здесь, иначе оно наверняка потерпит поражение. Вы избавляетесь от грызущих вас чувств ужаса из-за осознавания того, что какая огромная ответственность теперь лежит на ваших плечах. И полностью концентрируетесь только на своём отряде. Они достигли первого этажа башни. Ваша история начинается. А, всё. Улыбаюсь. Что такое, Кейн? Переел фазаначера? Перебрал Эль? Какой-то ты запыханный. Я насчитал почти тысячу шагов. Легко тому, кто в лёгкой броне. В следующий раз ты понесёшь мои доспехи, щит и здоровый меч. А я понесу твой маленький лук. Тогда и посмотрим, кто будет смеяться. У него щит арбалета. Спасибо, конечно, но твои доспехи мне не подойдут. И я боюсь, женский лук нужно бережно держать. Но спасибо за предложение, щитоносец. В таком случае, скажи, когда будешь готова. Наше великое приключение ждёт нас. Галдэ. О, телепортер работает. Перед вашим отрядаом находится ещё одно устройство телепортации. Идентично тому, что вы видели ранее. Однако оно светится синим, и его кольцо медленно вращается со звуком шлифовального камня. Табличка на отписи. Вход. Прямой переход в сады вниз. Добро пожаловать в башню. Телепорт, соединяющийся с тем, который мы видели раньше. Однако, написано ниже. Как странно. В любом случае, мы должны пройти к милорду и сообщить, что проход в башне свободен. Теперь ты хочешь использовать телепорт? Ты ведь говорил, что предпочитаешь передвигаться ногами. Это было до того, как нам пришлось спуститься по лестнице. Так. Вы можете быстро перемещаться между локациям и с помощью телепорта. Если вы нажмете на них, откроется карта текущих этажей. Синие круги показывают местоположение найденных и активированных вами телепорт. Чтобы переместиться между телепортами, нажмите на один из синих кругов. И ваш отряд сразу же перенесется в выбранную локацию. Чтобы сейчас же вернуться в город, нажмите иконку города в верхней части экрана. Если у вас достаточно золотого, вы можете тренировать ваших героев в казармах. Я так понимаю, поскольку это обучение, да? Давайте попробуем просто посмотреть, что будет. О-о-о! Это этот же... Darkness Dungeon получается. Так, вот башня. Кузница оружейная. Текущий уровень. Кузня предмета. Вам еще неизвестно, как улучшать предметы. Откройте эти здания в башне. Требуется... Это реально это... Это Darkness Dungeon. Казарма. 200. Нет. О, голем. Тяжело поврежденный кристалль голем. Из трещины в его теле просачивается пурпурный сет. Несмотря на свой размер и медленное движение, он вполне способен загнать свою добычу в угол. Форд. Интересно, сколько здесь. Ну, понятно, здесь пока ничего нет. Вернемся в башню. Вход. Все будет 7 героев. Ну, ладно. О, голде. Ну, это прикольный аналог... Игры. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Ваши герои... Застал врасплох неожиданное появление странной женщины с металлическими крыльями. На голове у нее капюшон, а глаза изучают голубой свет, как кристаллы, покрывающие тело. Она оставляет за собой шлеп голубых частиц. Приветствую вас, странники. Приветствую вас, странники. Слышишь, все, что мы делаем здесь, это довольно жутко. Да, такая воин, так говорит. Ага. Мои создатели были могущественными чародеями. Сперва они создали мое тело, саму башню, а затем мой разум. Они наделили меня силой принимать это обличие, чтобы я могла защищать себя. Так ты страж? Обязаны защищать эти залы? Приветствуем тебя, воплощение. Не волнуйся, мы не причиним тебе вреда. Мое имя Кейн, а это Мэйв. Вы не в силах навредить мне, но я ценю вашу заботу. Кейн и Мэйв. Скажите, почему вы здесь? Что вам нужно в моей башне? Мы хотим добраться до дна этого загадочного сооружения и узнать, почему оно появилось на нашей земле. Да будет так. Я не буду вас останавливать. Следуйте этаж, как вам будет угодно. Но имейте в виду странная сила. Пробудило древних духов здесь. Мертвецы непрекаяно бродят по этому залу. Вы уже почувствовали таких наверху. Тут их много? Да, их множество. И с каждым днем их становится все сложнее сдерживать. Будьте бдители. А че башни не защищаешь? Ж можешь там что-нибудь колдануть. Чтобы они рассыпались и бежали куда-нибудь, не знаю. О, Галдэ. То есть мне нужно Галдэ, чтобы тренировать воинов. Фонтан. Можно найти по всей башне. Если один из наших героев решится испить из такого фонтана, то его или ее показатель изменится. Эффект может быть положительным или отрицательным. Если посмотреть на фонтан, его вот, то можно составить представление о его эффекте. Каждый фонтан имеет свои определенные не случайные эффекты. Кейн увеличилось на 10. Классно. Опять пить. Пить из фонтана было рискованно. Ваше бесстрашие или безрассудство окупилось. Но вам стоит быть осторожнее в следующий раз. Некоторые факты на вашем пути могут проявлять нежелательный эффект при использовании. И реально это вот Даркнесс Данжен. Она наблюдает за нами в стене. Мне это не нравится, Кейн. Она страж этой башни, Мэйв. Это ее долг. Довольствуйся тем, что она не причинит мне вреда. И нам вреда. Так, у нас есть вот пути. Пути сюда, добуди. Пути туда. Эти трубы в стене перекачивают воду из-под земли прямо в фонтан. По крайней мере, у нас здесь достаточно питьевой воды. Ну да, хоть уберем в этом. В воде. Ну, я пойду, пожалуй, слева. Как обычно, значит, пойду влево и буду гулять. Кто нас здесь ждет? Золотое дерево. Прелестно золотое дерево. Удивительно, как оно выжило на такой глубине под землей. Ну, опять лучница. Что ты мне скажешь? Используйся объектом. Три, три, четыре, четыре, три. Нет, тут лучше. Это какой-то мусор, что ли? Ну, а Галдек. То есть мы должны сделать башню, найти спуск и двигаться дальше. Я гуха. Тебе потыкать, да, или что? На разломанной плите наш отряд видит маленькую оранжевую лягушку. Уставившуюся на нас совершенно без испуга. Молча пожила существу удачной охоты, и герой двинулся дальше. В смысле, а шугнуть его я не могу там? Чё? Что вообще это? Кристаллы какие-то непонятные. Что вот это? Стопаешь штаны. Так, а 5,2, да, объект используется. А чем он лучше? У него только увеличится сила навыков. Бесполезно. Я не использую так навыки, что прям... ...вместо раскопки. Здесь, походу, кто-то был. Ну, идите, колотите. А сейчас можно испить фонтаны? Не имеет свойств. Обидно. Стой, а как тебя забрать сюда? Ага. И так... А, это что ещё? Что это? У меня не посох воды. То есть, тут есть ещё закос под магию. Так много смерти вокруг. Хорошо, что эти скелеты не уставшие. Их кости покрыты горсткой пыли. И выглядят хрупкими. Что бы здесь ни случилось, это произошло очень давно. Внезапно сильный порыв ветра с другого конца комнаты нахлынул на ваших героев. Ты слышала? Готов покляться, я слышал шёпот, принесённый этим ветром. Слишком слабый, чтобы разобрать слова, но забудьте. Видимо, мне просто показалось. Нет, Кен, я тоже слышал это. Это зловещее место. Слишком похоже на те разрушенные города ночью. О, ключики. Удачно зашли. Но там будет босяра, да, я так понимаю? Ладно, давайте на этом закончим. Всё остальное будет в следующей серии. Так что всем хорошего настроения, всем до следующей серии, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока. Продолжение следует...